Всем привет! Меня зовут Анна Михайлова и мы находимся на моем канале Международная онлайн школа шитья и бизнеса Aurora Soul Сегодняшняя наша тема это как рассчитать стоимость пошива, стоимость своих изделий Это видео будет полезно как мастерам, которые работают в индивидуальном пошиве так и тем, кто уже ведет свой бизнес, имеет сотрудников, имеет арендную плату и прочие расходы Итак, начнем Собственно говоря, я компетентна в этом вопросе и могу вам абсолютно честно с своего опыта вам рассказывать об этом потому что на протяжении 10 лет я вместе со своей командой шью различные изделия И в первую очередь это свадебные и вечерние платья под брендом Aurora Couture И второй наш бренд это элегантная женская одежда, жакет этого производства находится сейчас на мне Бренд называется Aurani Давайте с вами посмотрим, какую же схему использую я вместе со своей командой Для того, чтобы получать прибыль, для того, чтобы цена оставалась конкурентной И для того, чтобы покрывать все свои расходы и главное, чтобы у нас с вами оставались деньги на развитие Потому что в любом случае нам необходимо бизнес развивать, нам нужно реинвестировать часть прибыли в развитие Почему большинство предпринимателей малого бизнеса, микробизнеса топчутся на одном месте? Это все потому, что как раз таки реинвестированием не занимаются Еще мне очень интересно всегда, когда говорят, я хочу инвестировать куда-то Куда-то в какие-то проекты Хотя у человека есть свой собственный бизнес, есть свое дело Я всегда говорю о том, что нужно инвестировать в первую очередь в ваш бизнес Если вы не верите в свой бизнес и не хотите в него инвестировать Друзья мои, кому тогда вообще нужен ваш продукт? Подумайте об этом В первую очередь вы должны верить больше всех в свой продукт и в то, что вы делаете Когда будете верить вы, тогда поверят и ваши клиенты, ваши покупатели Итак, давайте разберемся У нас есть с вами цена изделия, которую очень часто не знаешь, как посчитать Самый простой способ, но не есть правильный Это посмотреть, за сколько продают конкуренты на рынке И очень часто мастера, которые занимаются индивидуальным пошивом, ателье Они смотрят на цены на Wildberries На цены на Алиэкспресс На цены в торговых центрах, в масс-маркете И говорят, ну вот там же пальто стоит 7000 рублей Значит, и я должна, должен за эти деньги продавать изделия Пытаются как-то впихнуться в эту стоимость изделия И через какое-то время понимают, что это просто невозможно Давайте начнем с вами с того, что когда мы смотрим на то, что продается в масс-маркете То, что продается на маркетплейсах Это все шьется огромными цехами Где себестоимость работы очень низкая Это первое Второе Материалы покупаются огромным оптом Покупаются вагонами, эшелонами Поверьте мне, когда мы занимаемся индивидуальным пошивом Мы никогда не сможем покупать вагонами Во-первых, потому что чаще всего на индивидуальный пошив люди приходят с определенными запросами на ткань Это не полиэстер, они хотят шерсть, они хотят шелка, они хотят хлопок Это все достаточно высокого качества Эти ткани стоят больших денег Хорошие пуговицы, да, хорошие металлические пуговицы, например, особенно декорированные чем-то Они тоже не стоят 30 копеек, как стоят пластиковые пуговицы в масс-маркете Это нужно все учитывать, поэтому, когда вы будете пользоваться, в любом случае это нужно делать, потому что нужно понимать среднюю температуру по больнице Когда вы будете осматривать конкурентов на предмет средней цены на рынке, вы выбираете конкурентов тех, которые из вашей ниши То есть, если у нас цех, и мы шьем тысячами в день блузочки, брючки, рубашечки, штанишки, маечки, футболочки То мы, конечно же, смотрим на себестоимость и смотрим на среднюю цену у таких же цехов Если мы с вами стремимся в категорию люкс, средний плюс, то, соответственно, и конкурентов нужно отсматривать именно там На своем курсе, онлайн-курсе «Жакеты» и «Корсетном курсе», где мы учимся шить платья Я на оба этих курса добавила большие блоки по онлайн и оффлайн-продажам Где мы как раз-таки учимся анализировать в том числе и конкурентов, чтобы не допустить вот этих ошибок Чтобы не получилось так, что вы вообще не с тем сравниваете, да, что вы сравниваете картошку с ананасами И, возможно, в какой-то стране мира ананасы стоят, как в России, картошка Но когда ананас попадает в Россию, он стоит уже совсем других денег То же самое, например, и с тканями, да, с итальянскими, с корейскими тканями Они там могут стоить недорого, а когда они приезжают к нам, это уже совсем другой калинкор Поэтому на это нужно обратить внимание Итак, давайте посмотрим Если мы вот посмотрели на конкурентов, выявили примерно среднюю цену Мы, конечно, можем взять ее себе за правило Но это пальцем в небо, честно вам скажу И вы вообще не понимаете, из чего складывается вообще цена И работая по такой схеме, можно через год, например, понять, что вы в огромном кассовом разрыве Вроде бы деньги у вас есть, но по факту, по факту вы в минусе И что же я сделала? И изначально, что я делала? Благо у меня есть экономическое образование И я изучала экономику предприятий, микро- и макроэкономику и финансовый учет в течение пяти лет И благодаря моим преподавателям по статистике, по микроэкономике, по экономической теории Я эти все вещи знала с 18 лет Но хочу помочь и вам, потому что знаю, что далеко не все мастера И далеко не все предприниматели в швейном бизнесе, они обладают этими знаниями Итак, у нас с вами есть себестоимость продукции Думаю, это словосочетание знакомо всем Как же ее правильно посчитать? Потому что, исходя из себестоимости, мы с вами будем и глясать Что я предлагаю сделать? Она считается, если вы введете в Яндексе, посмотрите, как рассчитывать себестоимость То вам выдадутся огромные такие вот статьи Как раз такие из экономической теории, как это правильно считать на предприятиях Но давайте будем честными Даже если у вас предприятие, на котором работает 10 человек Это все равно не предприятие производственного масштаба Где автомобили, например, заготавливают А во всех этих статьях, которые есть в интернете Там одинаково для всех написано Как для автомобилестроения, как для лесозаготовительного комплекса Так и для швейки, в принципе Поэтому тут нужно было включать собственную смекалку И понимать, чего куда И поверьте мне, что то, что вы сейчас услышите Вы в любом случае будете потом пропускать через себя, через свой опыт Вы видите какую-то, ну, свою плюс-минус формулу Но опираемся, можно опираться на то, что я скажу Итак, себестоимость Давайте посчитаем сначала производственную себестоимость Ту, которую я понимаю как производственную себестоимость Это стоимость сырья То есть на единицу изделия Вот вы, например, шьете Неважно, индивидуально вы шьете Или вы шьете в какими-то партиями небольшими У вас небольшой цех У вас бренд одежды То есть есть себестоимость продукции Одного платья, например Это материалы Подкладочные, клеевые Это все кромки Все-все-все, что вы используете Это основной материал Это фурнитура Например, пуговицы Это лейблы, которые вы нашиваете Там тысячи штук, например, стоят Ну, к примеру, там, да Жаккардовые там будут стоить Там в районе 8 тысяч рублей Тысяча штук вышитые Печатные, ну, например, там сколько там Две тысячи рублей тысяча штук Вот два рубля у вас штучка Вроде кажется, ага, два рубля, да ерунда Да поверьте мне, это не ерунда Потому что потом-то вам придется все равно Заказывать и платить из своего кармана эти деньги Соответственно, мы это считаем Все эти моменты мы посчитали Все составнички, все, что нашиваем Все посчитали Все по рублику, по два рублика Две тысячи рублей на ткань Пятьсот рублей на подкладку Триста рублей на клеевые Все посчитали И это будет как раз ваше сырье Но это еще не все Очень часто на этом все заканчивается Да, и производственную себестоимость считают вот такую На самом деле в производственную себестоимость Обязательно входит еще электроэнергия Которую вы потратили А, например, если мы говорим про шитье Шитье, то это у нас будет машинка Сколько потребляет Это сколько потребляет парогенератор И утюжельный стол, если он у вас есть Плюс свет, который вы потребляете А света обычно нужно много То есть нужно просто взять и посчитать Просто взять и посчитать Если у вас арендованное помещение Собственно говоря, вы всю электроэнергию, которую нажигаете за месяц Нужно ее поделить на количество изделий Выпускаемых вами в месяц Вот и все И получается, что у вас расчет электроэнергии на одну единицу Далее Зарплата сотрудников, которые поучаствовали в изготовлении этого продукта И если, соответственно, у вас есть закройщик портной Которые занимаются пошивом этого плата То есть закройщик раскроил Вы ему заплатили там 800 рублей Портной сшил Вы ему заплатили там 2500 рублей Ну, я сейчас образно говорю И, соответственно, все это вместе складывается Это будут затраты на работу Если вы делаете это самостоятельно Вы можете посчитать точно так же Примерно от такого прайса какого-то, да Например, вы считаете, что зарплата 300 рублей в час При 10-часовом рабочем Или 9-часовом рабочем дне Это нормально Ну, например, в вашем городе это нормально Соответственно, вы считаете, что если у вас на крой ушло 3 часа Ну, считайте, 900 рублей значит крой При индивидуальном пошиве, да, например Или при штучном, не обязательно по индивидуальным меркам При штучном пошиве Все, вы посчитали это И на пошив, например, ушло там на сборку там 8 часов Тоже, естественно, посчитали Вот 2400 получили, да Все логично Вы точно так же можете, когда вы шьете самостоятельно Точно так же это посчитать Сколько вы, во сколько вы оцениваете свой рабочий день И если, естественно, вы готовы масштабироваться дальше, расти То есть не останавливаться на только этих вот там 5 платьях в месяц Которые вы шьете Вы хотите дальше расти и развивать свой бизнес То в любом случае вы будете нанимать сотрудников В любом случае вы будете платить им зарплату Ну, они бесплатно работать не будут Как бы вам не хотелось этого Поэтому это нужно лучше сразу учесть Пока что вы будете брать себе эти деньги Далее, получается, вы будете платить их сотрудникам Но, когда мы платим сотрудникам То у нас с вами что возникает? Налоги и взносы, которые мы платим В соцстрах, да Мы платим там еще в разные инстанции В общем, именно налоги не от прибыли Там не ваш патент, который вы там используете Нет, не ваш 6% по ОСН Нет, это именно те налоги и взносы Которые мы платим от зарплаты сотрудника Если вы там хитренькие ребята И своих сотрудников возьмете как самозанятых И будете как бы по договору, да С самозанятым платить им денежку То все равно человек при получении Самозанятый при получении, например, денег От другого самозанятого Или от ИП Он будет платить, по-моему, 6% То есть 6% удерживается с этого самозанятого Естественно, ваш сотрудник не захочет их платить Он скажет, зачем мне это надо Поэтому вы должны тогда посчитать Что вы эти деньги будете платить Это важно То есть эти 6% как минимум нужно тоже учесть Далее Есть обязательно брак Брак, если мы говорим про готовую продукцию Если мы выпускаем партию То обязательно в ней будет какой-то процент брака Это нужно тоже учесть в себе стоимость, друзья мои Если у нас есть с вами брак ткани То есть если мы с вами шьем Вот у себя на маленьком, маленьком ателье То всегда процентов, ну, 7 брака ткани будет Всегда Просто где-то будет 20% брака Где-то вообще не будет В среднем где-то 7-10 Я закладываю 10% на брак ткани Просто добавляю это К стоимости, к себестоимости материала То есть, например, мне нужно метр 30 на этот жакет Твида Но я посчитаю плюс 10% Потому что где-то может вылезти брак на ткани Вот К сожалению, это так Вот Брак вообще вылезает во многих местах То есть он может уже на готовом изделии Полностью готовом вылезти Потому что человеческий фактор никто не отменял Плюс оборудование может нагрешить Ну, то есть много разных моментов Итак Также хорошо бы учитывать в себестоимости расхода на обслуживание техники Например У вас 5 машинок Вы их обслуживаете раз в полгода Вызываете механика Механик берет 2000 рублей за обслуживание одной машинки Это просто техобслуживание 10 тысяч рублей раз в полгода Разделите на 6 месяцев Получите сумму в месяц И разделите на количество изделий, которые вы шьете в месяц Вот и получается эта сумма Небольшая совсем Но ее обязательно тоже нужно добавить в себестоимость Итак И мы с вами таким образом получаем вот нашу такую производственную себестоимость Заметьте, здесь нет расходов на обслуживание вашего юрлица То есть налоги с прибыли Здесь ничего этого нет Здесь нет расходов на маркетинг Здесь нет расходов на организацию продаж На сайт какой-то Нам социальные сети на их развитие Нету этого Потому что это не относится к производственной себестоимости Мы произвели Да, произвели Дальше по идее должен кто-то у нас забрать По идее должен прийти отдел продаж Забрать у нас, выкупить эту продукцию И пойти дальше ее продавать А он купил у нас по производственной себестоимости Так вот, надо не забывать, что есть еще НДС обязательно Но я вам буду сейчас все говорить без НДС Потому что мы малые предприятия И все-таки работаем без НДС Мы работаем на упрощенке И ее не применяем Поэтому думаю, что большинство тех, кто слушает меня Смотрит мой канал Но они как раз-таки в этом же положении находятся И с НДС никак пока не связаны Итак, дальше Как раз-таки полная, вся полная себестоимость Она у нас включает как раз расходы на организацию продаж На маркетинг, на рекламу Но я лично и вам тоже советую Эти денежки на рекламу, на организацию продаж Брать из прибыли Смотрите, как я придумала У нас с вами есть пример простой Вот вы производите 10 платьев Неважно, кто-то может производить 10 платьев Очень шикарных, дорогих, расшитых И это каждое платье, например, стоит по 300 тысяч рублей И оборот компании получается 3 миллиона в месяц Кто-то шьет дома простые платьицы из вискоз И шьет 10 платьев в месяц То есть можешь шить 10 платьев в месяц и продать Соответственно, к примеру, возьмем среднее Себестоимость, вот наша самая себестоимость каждого платья 6 тысяч рублей Вот это производственная себестоимость, которую мы самую первую с вами О которой самую первую мы с вами говорили Где у нас материалы, где работа сотрудника Вот это все мы собрали и получилось на 6 тысяч рублей Никакого маркетинга, рекламы здесь у нас нет Итак, получается, что на 10 платьев, которые мы можем произвести в месяц и продать У нас получаются затраты 60 тысяч рублей Так вот, если мы маленькое предприятие, работающее само на себя Если мы ремесленники, то что мы с вами сделаем? Мы возьмем с вами на 60 тысяч рублей Умножим на 2,5, то есть у вас нет аренды Вы работаете дома У вас нет наемных сотрудников Вы возьмете 60 тысяч рублей Умножите на 2,5, получите 150 тысяч рублей Из них вы 60 отправляете, это у вас расходы Компенсация расходов на то, чтобы произвести этот продукт 60 тысяч рублей вы бы хотели получать себе, себе как предпринимателю Вы можете, соответственно, на начальном этапе Я рекомендую зарабатывать, как раз, когда вы один сам по себе шьете Вы зарабатываете только как портной, да, когда вы шьете А вот эти 60 тысяч рублей нужно обязательно пускать на развитие На приобретение нового оборудования На закупку большего количества тканей На найм сотрудников, на их обучение То есть вот туда нужно вкладывать эти деньги На первых этапах на становлении бизнеса Не зарабатывают предприниматели много Не забирают они много прибыли Те, кто забирают, те вот и топчутся на месте, к сожалению Итак, 60 тысяч рублей мы бы хотели забирать себе Как предпринимателю, как собственнику бизнеса К примеру, у вас, например, есть одна портная, которая кроит и шьет Вот, и вот в 60 тысяч рублей входит ее зарплата 60 еще себе, уже 120 вместе И 30 тысяч рублей вот здесь вот это классно пустить на рекламу 20% от оборота пускать на рекламу в этом случае нормально В микробизнесе В большом бизнесе уже нет Здесь да То есть 30 тысяч рублей на них вы можете, например, закупить рекламу у мелких инфлюенсеров Позвать каких-то стилистов к себе Да, отправить свое изделие какому-то стилисту И он дома у себя там или в своей студии снимет видео с вашим жакетом, с вашей юбкой, с вашим луком Возьмет с вас за это 5 тысяч рублей И вот представьте, 30 тысяч рублей у вас есть на рекламу И, соответственно, вы можете к шестерым таким вот стилистам, микроинфлюенсерам обратиться С каждого из них, если придет хотя бы два клиента, которые у вас скупят Это уже сколько? Это уже 12 Теперь давайте посмотрим, если вы уже небольшое предприятие У вас есть аренда Да, у вас есть затраты Не только на производственную себестоимость Но вам нужно еще вот заплатить арендодателю своему Чтобы у вас получались еще и продажи Чтобы у вас могли приходить клиенты Смотрите, что получается У нас с вами 60 тысяч рублей на пример аренда Да? Ну, нормально Ну, давайте 50 50 тысяч рублей аренда И мы эти 10 платьев с вами шьем С себестоимостью, к примеру, той же самой 6 тысяч рублей То есть 10 платьев – это 60 тысяч рублей Это то, что мы тратим на то, чтобы произвести эти платья Плюс 50 тысяч рублей мы тратим на то, чтобы сидеть в помещении В котором мы будем производить эти платья Получается, что у нас затраты на то, чтобы произвести уже 110 тысяч рублей Если мы просто производственную себестоимость с вами, друзья мои, умножим на 2,5 и получим 150 тысяч То мы как бы с вами концы с концами еле-еле сведем Вот в чем дело И ни на такой маркетинг, ни на такую рекламу У нас с вами ни на какой найм сотрудников не останется денег Поэтому, если вы уже работаете в масштабе То есть у вас есть аренда Вы понимаете, что вам нужно эту аренду как-то компенсировать Обычно, если мы с вами уже арендуем помещение и работаем в каком-то пространстве На 50 тысяч рублей можно неплохое помещение снять в любом городе Хоть в Москве, хоть в Саратове, хоть в Томске То есть это уже может быть нормальное помещение с окнами Поверьте мне То есть за 50 тысяч можно найти помещение Понятное дело, может быть не в центре города, далеко Но с окном и порядка 40 метров, 35-40 метров можно найти Поверьте мне Светлое помещение у вас будет И в этих 40 метрах у вас может находиться и рейл, и примерочная И, соответственно, вы можете отделить или не отделять даже место, где вы это шьете Там можно поставить две машинки, парогенератор, скроенный небольшой стол И лекала повесить, ткани хранить Все это можно организовать, поверьте мне Мы это проходили, мы это делали Мы начинали, у нас первое помещение было как раз-таки 30 метров, по-моему Да, по-моему, 30 метров И стоило оно как раз-таки, боже, что-то в районе 25 тысяч рублей И там было окно Вот, правда, мы быстренько с него переехали Вот, и если, кстати, вам интересно посмотреть историю установления моего бренда Вы можете в той социальной сети, которая запрещена в России сейчас На данный момент посмотреть Есть в актуальных сохраненных сторис, в хайлайт Много-много о том, как я начинала свой бизнес 10 лет назад В 2013 году Итак, так вот, мы с вами, получается, уже имеем 110 тысяч рублей в месяц расходов Но на этом пространстве мы уже можем посадить сотрудников И мы можем производить уже не 10 платьев, а 30 платьев, вы понимаете? То есть с помощью двух сотрудников вы уже можете не 10, а 20, 30 платьев производить То есть ваша производительность уже в три раза выше будет Соответственно, вы ткани будете покупать больше, естественно, себестоимость ткани будет меньше Согласитесь, купить 5 метров твида или 30 метров твида Будет разная цена у поставщика Цена отличается порядка на 30-40% Соответственно, это снижает вашу себестоимость и вы можете производить больше Поэтому вот эти 50 тысяч рублей на аренду, их нужно позволять себе тратить И нужно переезжать тогда, из квартиры, да, так сказать, вылезать, выходить Тогда, когда вы понимаете, все, нам нужен масштаб, нам нужно производить больше Я здесь один уже не справляюсь И тогда вы делаете вот этот вот оп и шаг на следующий уровень И вот здесь как раз таки, смотрите, мы с вами 110 тысяч рублей, наша себестоимость Я вам рекомендую также умножить на 2,5 Это самый простой расчет Почему 2,5? Ну там много есть разных предпосылок к этому Ну просто потому, что это реально эта цифра, она плюс-минус учитывает все дополнительные расходы Которые связаны еще с бизнесом И у вас получается, что 275 тысяч рублей это, ну вот, например, про те же самые 10 платьев мы говорим, да Хотя на самом деле себестоимость платья уже будет не 6 тысяч рублей, а она будет ниже Но давайте предположим, что мы также производим 10 платьев по 6 тысяч рублей И на 10 платьев у нас с вами получается себестоимость 110 тысяч рублей Умножаем на 2,5 и получаем 275 тысяч рублей Это тот оборот, который мы получим с вами с продажи 10 платьев Разделив на 10 мы получаем, что цена одного изделия получается 27500 То есть при себестоимости 6 тысяч рублей производственной При аренде 50 тысяч рублей нам нужно с вами минимум поставить цену 27500 Продавая, чтобы 10 платьев в месяц нам с вами жить Чтобы у нас с вами была жизнь и развитие То есть самое главное в этом во всем это думать о развитии и дальнейших поступательных шагах Да, то есть дальше вы будете больше продавать У вас будет хватать денег на маркетинг На небольшой совсем маркетинг Тут договорились с кем-то Там поучаствовали в каком-то конкурсе, в котором обязательно есть оргвзнос Здесь может быть кому-то подарили платье или костюм свой какому-то инфлюенсеру Который о вас рассказал Это все затраты ваши точно так же Но вы можете себе их позволить, если вы будете вашу себестоимость хотя бы умножать на 2,5 Если мы с вами поговорим в конце уже нашего видео Поговорим про расчет стоимости и себестоимости Если у вас уже есть производство, если у вас цех То там как раз таки производственную себестоимость при умножении на 2,5 Мы получаем с вами оптовую цену То есть то, что мы с вами считали в начале Умножая на 2,5 мы получаем оптовую цену Но естественно, это не тогда, когда вы шьете 5 изделий в месяц самостоятельно Ну а какой оптовой цене, о каком опте вообще может тереть Опт начинается в принципе от одного, от изделия с размерным рядом То есть смотрите, например, вы производите юбки У вас в ассортименте 10 юбок И вот опт это когда к вам приходят и говорят Или вы говорите У нас опт начинается от 50 штук То есть у нас есть 10 юбок Вы берете вот 10 наших юбок по 5 штук в каждом размерном ряду То есть 42, 44, 46, 48, 50 Вот наш размерный ряд Одна юбка 5 штук в разных размерах Следующая юбка вот так вот Либо человек может взять Не обязательно все 10 юбок ассортимента ваше брать Он может взять, говорит, мне только 3 нравятся ваши модели Вы говорите, окей, но все равно нужно взять 50 штук Соответственно он возьмет 3 размерных ряда этой юбки 3 размерных ряда другой юбки То есть понимаете, да? И вот тогда, когда у вас есть оптовая покупка Когда у вас есть мощности для производства этого Тогда вы и будете рассчитывать оптовую цену А то очень часто я сижу шью дома Могу выпустить 10 худи в месяц Но я почему-то начинаю рассчитывать оптовую цену и ставить ее Простите, пожалуйста, но как вы выполните этот заказ? Вы его 4 месяца шить будете эти 50 худи Никто ждать не будет Ни один оптовик ждать не будет столько Поэтому как раз вот здесь И нам уже нужно вкладывать в себестоимость аренду Вот все-все-все посчитали Посчитали себестоимость правильно Исходя, например, 500 Чтобы сшить 500 худи Мне нужно столько-то футера Но футер я буду покупать на эти 500 худи, там по метр восемьдесят на штуку Нужен километр мне, да? Километр футера Так вот при покупке километра футера Одного цвета У вас будет одна цена А при покупке десяти метров футера У вас будет цена в два раза А то и в три раза выше Понимаете разницу, да? Соответственно, себестоимость у вас будет разная Но и расходы накладные тоже разные Поэтому, если мы все-таки с вами приходим к тому, что нам нужно рассчитывать оптовую цену И вы собираетесь собирать оптовые заказы То вот так же нужно производственную себестоимость умножить на 2,5 То есть, к примеру, ваша производственная себестоимость в худи получается 1000 рублей Вы умножаете на 2,5 И получаете 2,5 тысячи рублей оптовая цена Оптовая цена не включает в себя никакой рекламы, ничего То есть, оптовые покупатели, они не в розницу же в ваш магазин пришли Нет, это, скорее всего, через какие-то прямые продажи делается То есть, скорее всего, вам нужно будет платить только менеджеру Который будет коннектиться с этими байерами или оптовиками Все, в принципе, ваши затраты на маркетинг на этом все Только зарплата этого менеджера, который работает, кстати, за процент от продаж своих Соответственно, 2,5 тысячи рублей ваша оптовая цена худи при себестоимости 1000 рублей Но опт начинается, например, от 100 худи И вот, соответственно, вы 2,5 тысячи рублей умножаете на 100 худи Сколько получается там? Ну, ладно, 100 я там... Да, 100, 250 тысяч рублей Вот, 250 тысяч рублей ваша оптовая закупка Первая Вторая закупка еще на 250 и еще третья И у вас получается, что вы можете произвести в месяц 300 худи И у вас в месяц 3 клиента по 100 штук Все, поверьте мне, кажется, что это 750 тысяч рублей А у нас всего 1000 рублей себестоимость 300 тысяч Ха, 450 все мои Нет, мои дорогие Там у нас будет зарплата менеджера А кто как минимум 50 тысяч рублей, если не больше Это нужно будет платить налоги Нужно будет вам делать какую-то маломальскую упаковку То есть о многих моментах еще нужно будет подумать Поэтому 750 тысяч рублей чаще всего на опте в месяц Ну, люди, предприятия зарабатывают где-то 150-200 тысяч рублей Не более того, вот поверьте мне И, соответственно, если мы хотим помимо опта еще иметь свой розничный магазин То обычно или, ну, как бы мы же должны рекомендовать Например, если мы бренд одежды Продаем жакеты, юбки И продаем, например, в своем магазине И продаем еще мультибрендовым магазинам в разных городах И все у нас, конечно же, спросят А какая рекомендованная розничная цена? Есть такое понятие Минимальная розничная цена Минимально рекомендованная розничная цена МРРЦ Да И она обычно делается как Оптовая цена Ну, давайте к тем же худи привяжемся Та же самая оптовая цена худи 2500 рублей Мы умножаем на 2,5 и получаем цену розничную нашего с вами изделия Вот таким образом я вам рассказала, как можно рассчитать Это мое видение Это мой опыт Это не сложно, поверьте мне Будет классно, если вы будете прям записывать по ходу пьесы То есть пересмотрите еще раз видео И самое начало, где я рассказывала про производственную себестоимость То есть прям запишите себе И просто подставите свои цифры Любой бизнес – это подсчет Мы обязательно должны считать Если мы не считаем, мы считайте, мы не в бизнесе Мы не можем работать Мы не будем получать прибыль Это на удачу игра Бизнес – это не игра на удачу Бизнес – это подсчет И только тогда вы будете получать результат Результат – это, конечно же, деньги Результат любого бизнеса – это чистая прибыль, которая остается у вас в кармане Я за 5-10 минут тут с вами поделилась этим расчетом И я его получила с помощью проб и ошибок на самом деле На собственном бизнесе Попробуйте использовать мой опыт Также наработайте свой опыт Но когда ты, по крайней мере, понимаешь, от чего отталкиваться Это уже классно Если вы хотите узнать побольше Еще бизнес-секретов О том, как выстраивать свой швейный бизнес Как запускать ателье Как заниматься розничными продажами Как выстраивать оптовые продажи Как запускать рекламу Как отстраиваться от конкурентов Как сделать так, чтобы приходили и покупали Именно у тебя Именно у тебя Именно твой жакет хотели купить То я вас всех приглашаю в мою онлайн-школу И в каждом курсе В моем онлайн-курсе Есть блок продаж На котором мы подробно с вами будем изучать Все бизнес-процессы И самое главное Будем заниматься продажами Не процессами выстраивания чего-то А именно продажами Будем весь упор делать на то, чтобы вы смогли легко продавать свой качественный продукт Итак, друзья мои Под этим видео вы можете найти ссылочку на мои онлайн-программы Если вы уже проходили мои онлайн-курсы Но заинтересованы в обучении и по продажам Точно так же можете кликнуть на сайт И обратиться к нашим менеджерам через форму обратной связи И вам расскажут, какие еще продукты у нас есть Где можно именно узнать больше о продажах в онлайн и офлайн Я в своих брендах в большей части продаю онлайн свою одежду Но также, конечно же, у меня есть производство в Санкт-Петербурге Шоурум в Петербурге и шоурум в Москве Приглашаю вас в гости Приходите на шоурумы Ауране Знакомьтесь с нашей продукцией Как мы продаем, смотрите И до встречи в следующих выпусках на моем канале Пока-пока Продолжение следует... Продолжение следует...